итак открываем программу photoshop у меня уже открыта эта программа в программе photoshop мне открыта моя рабочая среда я имею ввиду вкладки окна которые мне нужны при работе в правом в правой стороне у меня находятся три окна первое окошко такие прямоугольнички навигатор первое второе история вот и свои свои каналы контуры но в основном я пользуюсь слоями истории и навигатором в левой части у меня панель инструментов в принципе как и в любом photoshop и в левой части это есть и так для работы я буду использовать графический планшет а также буду использовать мышку то есть я покажу как можно обрабатывать фотографии с помощью графического планшета и если у вас его нет при помощи мышки как я уже сказала ранее итак рабочая среда у вас может быть своя какая угодно у меня она такая просто я дальше буду ссылаться на эти окошки да с правой стороны особенно поэтому вам нужно знать как они у меня расположены и так вверху мы видим название файл редактирования и так далее итак я буду сейчас очень подробно объяснять все потому что этот курс рассчитан и не только для тех кто photoshop уже владеет да но и для тех кто еще новичок и так сначала нам нужно создать файл с размерами не файл а документ нажимаем на файл в левом верхнем углу создать здесь выбираем ширина высота и разрешение первым делом на так ширина и высота мы используем либо пикселей либо сантиметры можете поставить пиксели я ставлю сантиметры разрешение ширина и высота конечного исходного арта будет у вас такая как вы здесь зададите то есть можете знать какие угодно параметры ширину и высоту я использую сантиметры у меня уже здесь по умолчанию стоит 40 на 60 высота 60 ширина 40 потому что мне часто заказывают арты в сантиметрах именно что потом распечатать на холсте чтобы 40 на 60 поэтому у меня так и останется сейчас я пускай стоит 40 на 60 сантиметров так дальше разрешение вот это это дп то есть если выбираете сантиметры то и выбирайте пиксели на сантиметры естественно так второй цветовой режим rgb обязательно так и фон пускай будет белый дальше цветовой профиль рабочее пространство rgb так у меня все и стоит все здесь нажимаем окей и создается наш документ так горячие клавиши control плюс 0 и наш холст увеличится на весь экран так теперь нужно выбрать изображение с которым будем работать файл нажимаем открыть и выбираем ту папку здесь в которой у нас хранятся наши документы то есть наши фотографии для обработки то есть я уже это подготовила эту папку поэтому она у меня сейчас открылась вот здесь вот слева можете посмотреть какую-то папку и зайти в эту папку на найти ее здесь слева не зайти так я ее раньше нашего вот она не открывай сразу выбираю файл с девушкой нажимаю на открыть в этой папке так отсутствие встроенного профиля в этом окошке у меня стоит назначить профиль рабочего пространства rgb его и выбираем так отдельным документа у меня появится девушка это можно увидеть здесь вверху вот без имени у меня был документ белый и девушка названа у меня этот файл этот это фото так теперь мне этот это фото нужно принести на этот холст белый так идем на фото с девушкой в панели инструментов слева выбираем инструмент перемещение такая вот стрелочка вот она на курсуре мышки отображается стрелочкой просто двигая зажимаем левой клавишей мыши просто двигаем в любую сторону вот у меня вылезает такое окошко здесь я выбираю преобразовать обычный слой все это у меня в бок сдвинулась очень сильно я нажала очень сильно в бок вот то есть она у меня на шахматке такой появляется слой отделился теперь ctrl c горячие клавиши это мы сейчас копировали этот слой с девушкой переходим без имени называется холст белый и здесь нажимаем сочетание горячих клавиш ctrl v то есть ctrl c мы эту девушку копировали горячими клавишами перешли на холст и ctrl v это вставить мы всю девушку сюда перенесли скопировали так этот слой отдельный с девушкой просто закрываем без сохранения он нам не нужен работать мы будем с белым холстом и с этой девушкой так смотрим в палитру слоев в правом нижнем углу в окошко да вот она вот здесь у меня слой с девушкой назвал ну перезвался слой 1 так это мне не нужно извиняюсь я просто аккуратно по нему так белый холст мне называется фон вот он а слой с девушкой называется слой 1 я его перезову для того чтобы перезвать слой в палитре слоев в правом углу в правом нижнем у меня так нажимаем на слой два раза там где название кликаем мышкой два раза и появляется поле редактирования текста я назову вместо слой 1 я назову оригинал и клацаю на enter окей то есть применяется изменение названия вот в истории в палитре с истории да вверху то есть на один квадратик выше мы можем видеть как создается шаги которые я делаю то есть я создала документ без имени вот так извиняюсь я убрала все эти шаги я вернулась назад то есть да на самый вот потом я создала новый слой потом я сделала дубликат слоя перенесла девушку да и изменила имя то есть если я делаю назад шаги они у меня отменяются так вот у меня здесь стоит 50 шагов по умолчанию вообще в фотошопе настройках фотошопа в истории 50 шагов назад ну мне хватает если я делаю больше шагов назад то у меня немножечко начинает виснуть компьютер так 50 шагов мне хватает поэтому итак начнем работать с изображением со своим оригинал вот он у меня стоит я стою на свой оригинал сейчас мне нужно это изображение эту девушку растянуть да по холсту то есть у меня стоит 40 на 60 до сантиметра когда я сохраняю в пикселях фотография исходное изображение уже в арте в арт обработки да у меня получается две тысячи на три тысячи ну это у меня вот так ну я выбираю все время сантиметры выбираю итак девушку нужно увеличить стоим на слой с девушкой называется оригинал нажимаем сочетание горячих клавиш так извиняюсь это не нужно это окошко сейчас вылезло не нужно так когда мы нажимаем сочетание горячих клавиш естественно ctrl и плюс что то да это буква естественно английская ну вы так это знаете то есть ctrl t сейчас я нажимаю ctrl t и стоя на слой с оригинал вокруг него появляется такая рамочка рамочка редактирования если я вожу вокруг нее мышкой вот мышкой я вожу вокруг этой рамки у меня здесь появляется такая стрелочка то есть я могу вот поменять девушке ракурс подвинуть ее да если она допустим там немножко криво но здесь в принципе она ровно поэтому я особо этим не буду заниматься но это можно и так сейчас моя задача девушку увеличить значит мы стоим на окне с редактированием на свой с оригинал она нажимаем клавишу shift зажимаем клавишу shift и держим ее а здесь бок идем в какой-то из углов ну то есть за какой-то угол тянем какой-то ну в любой бок да то есть именно за углы а не за вот эти вот посередине именно за углы shift зажимаем для того чтобы фотография не трансформировалась чтобы сохранил свои пропорции и тянем за на какой-либо из четырех углов так растянула клавишу shift отпускаем нажимаем enter и применяется трансформация вот так сейчас у нас снова вернулся инструмент перемещения он он стоял до трансформации поэтому он и вернулся так сейчас я ее немножечко так нажимаю снова control t для трансформации так и вот то что я ее немного поворачивала сейчас я ее немного верну потому что так ну в принципе и enter так все сейчас можно ее спустить прямо сразу вниз и посмотреть и посмотреть как так будет так на навигаторе я ее увеличиваю и уменьшаю то есть влево и вправо ползунок двигаю на навигаторе сбоку в правой части вверху в окошке навигатором еще увеличивать и уменьшать изображение фотошопе можно горячими клавишами control плюс увеличивается сейчас нажимаю держу control и кликаю на плюс control минус соответственно уменьшение вот ну control 0 растянуть на весь экран холст но я привыкла пользоваться навигатором почему-то поэтому мне так удобно и вот эти горячие клавиши просто не всегда бывает срабатывают может подтормаживает немного и так так control 0 на весь экран и посмотрим как нам нужно расположить девушку ну вот так я ее и расположу сейчас главная задача чтобы она была посередине тут немного скрою белую полосу так еще можно двигать изображение есть стрелочки на клавиатуре которые где-то в нижней части в ряду с пробивом вот можно двигать влево вправо вверх и вниз по чуть-чуть если вам нужно чуть-чуть допустим изображение сдвинуть вот так как мне сейчас так control 0 ну но ее лицо ну в принципе посередине конечно тут есть линейки по бокам вот вот и вот я мышкой веду по этим линейкам вот в верхней части окна окна и в правой в левой в левой части окна так мне кажется что нашу девушку нужно еще немного увеличить control t зажимаем клавишу shift тянем за угол так ну в принципе нормально интер применяется трансформация так двигаю еще немного стрелочками на клавиатуре которые только что сказала я думаю я думаю что вот так как то я ее оставлю здесь волос у девушки нет немного среза на фотографии ну это дорисую так это легко легко делается теперь control 0 так на панели инструментов выбираем инструмент ластик слева так сейчас угу ластик вот он выбрался кругляшок у нас стоит на курсоре мыши увеличивать как ластик так и кисть так и точечную восстанавливающую допустим кисть вот эти инструменты штамп вот всех их когда появляется кругляшок такой вместо мышки курсора мышки увеличивать и уменьшать вот этот круг можно квадратными скобками на клавиатуре они расположены ближе к верху ну не в самом верхнем ряду конечно в самом верхнем ряду букв вот квадратные скобки на клавиатуре в английской раскладке если русская раскладка то это у нас и нет это х и твердый знак то есть твердый знак закрывающая скобка квадратная она увеличивает вот кругляшок и х открывающая уменьшает потренируйтесь и поймете так сейчас я увеличиваю так еще можно увеличить и уменьшить этот размер например правая кнопка мыши прямо здесь кликаем по холосту и вот здесь размер сверху также направление но это для кисти больше вот направление жесткость и здесь же можно выбрать саму кисть сейчас мы работаем эластиком и мне нужен жесткий эластик так выбираю здесь у меня основные кисти стоят так пожалуй я закрою пока это окно нажму на кисть вот здесь или на ластик не важно на какой-то инструмент нажимаете это окно убирается так допустим сейчас мне нужен жесткий эластик нажимаю я на инструменты эластик в панели инструментов слева вверху можно настроить режим непрозрачность и нажим то есть для начала я выберу непрозрачность и нажим пускай стоит сто процентов мне уже серий фон вокруг девушки так вот здесь стоит птичка такая вверху верхней панели смотрим стоит эластик выбран потом стоит кисть выбрана и рядом с ней птичка вот ее нажимаем так по умолчанию в каждом фотошопе есть основные кисти они называются или просто кисти у меня перезвана это папка в основные кисти нажимаем на птичку выбираем жесткая круглая кисть эти кисти есть в каждом фотошопе должны быть по крайней мере по умолчанию то есть их не нужно устанавливать они уже есть так нажимаем жесткая круглая эту птичку сверху закрываем то есть мы выбрали жесткий эластик сейчас параметры на сто процентах нажим и непрозрачность и вот это вот мы стираем так просто стираем я выбрала жесткий эластик жесткую кисть для эластика чтобы никакие помарочки вот здесь желтые этого желтого фона здесь не оставались так и стираем сейчас можно стирать данный фон так увеличиваем если нужно да и очень условно стираем этот фон то есть я девушку сейчас прямо по контуру вырезать не буду этот желтый фон рядом с ней останется какой-то такой желтой каемочкой вокруг нее вокруг этого персонажа почему-то на артах называются люди которые на артах да девушки там парни называются почему-то персонажами ну многие так называют так двигать увеличенное изображение можно зажав пробел и проявляется заместо курсора мышки ручка такая и все можно так вот мышкой двигать по его нажимать и двигать изображение вперед назад вбок и так далее это удобно и быстро так сейчас очень условно я стираю вот это до конца не буду стирать мне это не нужно так вот здесь можно уменьшить можно работать одной рукой да а уменьшать квадратными скобками на клавиатуре сразу другой рукой так быстрее но я не буду торопиться потому что мне нужно вам все подробно рассказать итак сейчас я это все условно уберу для чего я убираю этот фон чтобы еще раз посмотреть как у меня девушка расположена на холсте посередине там да чтобы ее разместить правильно а этот фон он не мешает просто после я это все конечно же уберу как нужно так сейчас можно работать то что я сейчас делаю можно работать как мышкой если у вас нет графического планшета но также можно и на графическом планшете если у нас есть вводя пером от планшета по самой досочи так сказать по планшету так можно уменьшить вот здесь немного убрать волосы но это в принципе сейчас не не нужно это не задача сейчас так 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 в принципе можно еще здесь немного но главное не трогать лицо и волосы которые рядом так в принципе потом это все уберется сейчас уже она нам не мешает так control 0 так ну в принципе мне нравится как девушка расположена на холсте если вы стерли фон и поняли что там куда-то хотите подвинуть можете также двигать так я подвинулась переверну вот так вот пусть она и будет так ну то есть задача скомпоновать персонаж этот женский да в данном случае женский арт на самом холсте так все теперь мне нужно этот слой вот идем на панель слоев ну то есть смотрим в нижнюю часть правую нижнюю часть в окошко слоев этот слой оригинал вот если я сниму с него видимость вот здесь есть глазик так указывает на видимость слоя написано у меня вылезает здесь этот глазик если я его сниму то изображение у меня исчезло на самом деле оно здесь есть просто видимость исчезла если я нажму на глазик девушка появилась снова то есть вот здесь вот слоев глазики такие если я сниму фон ну с фона глазик то появляется шахматка да это прозрачный фон и такая шахматка это прозрачный фон так верну фон сейчас мне нужно работать с оригиналом его нужно скопировать вот этот слой с девушкой для того чтобы скопировать слой значит мы выбираем обязательно слой оригинал то есть вот он на него кликаем мышкой и он полностью слой обведен да значит мы стоим на его слое так для того чтобы его скопировать нам нужно этот слой перенести вот сюда вниз здесь стоят иконки прямо если смотреть справа с правой стороны здесь стоит корзина удалить слой то есть если вы на нее наводите по идее должны вылезать окошки подсказывающие вот удалить слой дальше создать новый слой вот это вторая оконка прямо справа с правой стороны да если мы так смотрим то есть вот она такая вот такой квадратик загнутым загнутым листочком вот на эту иконку нам нужно перетянуть оригинал вот зажимаем левой кнопкой мыши и тянем наш свой свой оригинал на этот на эту иконку и отпускаем смотрим на панель слоев создался оригинал копия вот так же я могу снять глазики с него один глазик второй оригинал копия перезову то есть на этом оригинал копия клацую по названию два раза перезаваю обработка так обработка и enter все с этим слоем я буду работать чтобы оригинал оставался сам с девушкой да оригинальная фотография чтобы оставалась я ее сохраняю вот потом буду просто сравнивать снимать глазик с верхней обработки и смотреть какая была девушка какая стала да вот еще хочу кое-что сказать по поводу кистей вот выбираем инструмент кисть в панели инструментов слева сверху выбираем птичку и вот тут у нас кисти то есть вот эти папки у меня стоят у меня их очень много я их загружала сама из интернета вот если нажать на птичку да открываются кисти и вы здесь выбираете в папке нажимаете на птичку вот здесь вот с левой стороны какие-то папки тяжелее и они будут открываться дольше вот какая-то папка да рабочие кисти здесь у меня их очень много поэтому открывается дольше закрыла ладно основные кисти или просто кисти в фотошопе называются там есть мягкая круглая жесткая круглая и так далее вот эти кисти вы должны быть по умолчанию в любом фотошопе если их нету ну поищите это в интернете но я думаю они должны быть так все остальные кисти которыми я буду пользоваться и которых наверняка у вас может быть может не быть я предлагаю к курсу рабочие кисти которые у меня здесь рабочие кисти 2 для волос и фона по-моему что-то еще я пряди волос добавляю для волос брызги краски то есть все которыми я буду пользоваться кистями кроме основных конечно да я предлагаю к курсу то есть файл абр по моему вы загружаете эти кисти в свой фотошоп и ими пользуетесь то есть я прилагаю к курсу вместе с обучением вы получаете эти кисти потому что если у вас их нет то как вы сможете повторить за мной кстати эти эту фотографию так сейчас птичку нажму и скрою так это фотография и фотография еще парня с которой я буду работать дальше я тоже прилагаю к курсу если хотите можете прямо брать эту фотографию и повторять за мной прямо вот сейчас да либо брать какую-то другую фотографию повторять за мной тоже можете потому что в принципе тот же самый так, ну вроде бы все вводное я пока сказала если что-то не сказала, буду дополнять по ходу и так начнем обрабатывать девушку